Простить вот такого Черчилля британцы, пожалуй, могут только Бэнкси. Сам уличный художник никогда бы не одобрил эту выставку. Он предпочел бы роскошные галереи в Мэйфэйр, какую-нибудь заброшенную мастерскую или подвал, в общем, андеграунд. Впрочем, выставка так и называется – «Неавторизованная ретроспектива». Согласия на нее Бэнкси не дал. Все 70 работ собрал его бывший агент Стив Лазаридис. Он, в свою очередь, попытался привести галерею в порядок, подходящий для мира граффити. Огнетушитель вместо красок как изменение перед мастером. Бэнкси пока не появился. Или же все-таки уже был здесь. Вот этот мужчина, например, подозрительно долго интересовался работами. Впрочем, можно только гадать. Никто никогда не видел уличного дворца. Бэнкси – всемирно неизвестный художник. Анонимность – это уже его фирменный стиль. А в 90-х – жизненная необходимость. Полицейские неоднократно пытались арестовать дерзкого вандала из Бристоля. Дорогая легенда – это сейчас граффити уличного художника стоит сотни тысяч фунтов. А раньше вот за такое искусство можно было самому поплатиться, отделаться штрафом в лучшем случае. Впрочем, ирония творца, сатира быстро нашли своего надежного защитника. Народ за художника. А теперь и коллекционеры. Теперь Бэнкси ищут еще и коллекционеры. А творит он уже «За пределами королевства». Снимает даже документальные фильмы. Его имя – бренд само по себе. Бэнкси называют «Ван Гогом от граффити». Кстати, на выставке есть «Привет и нидерландскому гению». Вот эта работа – подсолнухи с бензозаправки. Многие творения выставляются впервые, хотя экспозиция и называется «Ретроспектива». Рядом классика – «Ленин на роликах» и новая – «Бульдожный пудель». Минимальная цена работ – несколько тысяч фунтов. Максимальная – полмиллиона. Эту работу Бэнкси лично установил в Лондонском музее естествознания 10 лет назад, замаскировав ее как часть экспозиции. Городская крыса-бунтарь с угрозой «Наше время придет» провисела почти два часа, прежде чем на неопознанный объект обратили внимание и убрали его. А то выставки больше никто не помнит, а сама крыса стала знаменитой и очень дорогой. Она стоит, как квартира в Лондоне. Сам Бэнкси себя ассоциирует вот именно с такими революционерами. Многие люди мечтают, чтобы уличный художник выбрал их дом в качестве холста. Это все равно, что выиграть в лотерею крупную сумму. Правда, сам Бэнкси пытается сделать так, чтобы лотерейный билет нельзя было обналичить. Его искусство должно принадлежать всем. Художник-невидимка прежде всего идейный человек, а коммерция – дело второе. Вот для таких галерей. Кстати, многие работы купили уже в день открытия. Евгений Санзенко, Марина Романова и Антон Попилин. Специально для НТВ. Лондон. Великобритания.